Чем строже закона, тем больше берут те люди, которые помогут его избежать. Крайней мере, все уже точно знают, что нельзя ровно 10 тысяч, что на семью полагается 9 990%. Как вы сюда попали и как это давно было? Я сюда попала в 81 году, а в те времена еще при советской власти. Было только два пути, как ты можешь попасть за границу. Даже если у тебя там родственники, никаких других путей, кроме этих двух. Или по еврейской линии, или замужем за иностранцу. Соответственно, и женить бы тоже. Например, один мой друг женился на еврейке, и вот дружно выехали. Мне это не светило ни с какого боку. Хотя, конечно, фамилия у меня подозрительная, но тем не менее, родственники, все эти самые первославные священники. А я хотела в Латинскую Америку. Это у меня была голубая мечта детства. Может быть, кто-нибудь там хотел в Европу, Францию, США. Мне это без разницы было. Я хотела в свою Латинскую Америку. Начинала учить язык еще чуть ли не со школы. Там выцарапывала по одному, по второму слову. Потом, когда уже в институте училась, водила дружбу, не знаю, как сказать. Дружбу народов в институте, да? Институт, да. Он же в 60-м году открылся. И там была их преподавательница русского языка. Она желающим давала испанский. Вот эта группа у нас подобралась, значит, изучали испанский. Но, естественно, знакомились с латиноамериканцами. А эти латиноамериканцы, они периодически устраивали вечер национальной культуры, допустим. Там Боливия устраивает, значит, там концерт, самодеятельность, там, значит, танцы, манусы. Вот. И там, значит, это все потихонечку. Вот. И все, кто меня окружал, все мои подружки, девчонки, потом мы с собой в институте, на работе. Я всех-всех закрутила в свою Латинскую Америку. Уже когда начала работать, с первой работы одна вышла замуж за латиноамериканцев. На второй работе, это тоже, по-моему, одна. А на последней работе аж две. Вот. Ну и я, соответственно, вот вышла замуж. Это еще в СССР вы вышли? Это еще в советской власти. Ну, имеется в виду, ваш муж был в СССР. Да, он учился в Лумумбе, причем учился на юридическом. Вот. И я ему помогала все его курсовые делать, и дипломные. В свое время очень удивилась. Он делал диплом на трудовое право Панама. А я еще удивилась. Надо же, капиталистическая страна вроде. А очень непросто уволить человека. Очень непросто. Тут же это сразу Министерство труда вступается, там, профсоюзы. В общем, так, серьезно все. Вот. Ну и вот приехали, значит, мы с мужем сюда в 81-м году. Пока он искал работу тоже там из этих адвокатов, как собак нарезанных. Так что надо было куда-то прибиться в какой-то, значит, буфет. Называется буфет там, где адвокаты. Вот. Вот. Пока тоже занимался бог значим. Я пока испанский язык осваивала. Потому что то, с чем я приехала, это было, так сказать, с трудом. С натяжкой. Программу не назовешь, да? Да. Подожди, это теоретически так знала и грамматику вроде, но без практики. В России-то мой панамский муж, по-русски старался разговаривать, естественно. Вот. А здесь, значит, прям уж прям вот так вот. Но была рысковая женщина, там, искала работу по объявлениям. Раньше много было объявлений. Кстати, когда я приехала в Панаму в 81-м году, вся Панама, значит, население Панамы составляло 2 миллиона 100 тысяч человек. 2 миллиона 100 тысяч человек. А последний счет, это было в 2010-м году, помню, где-то уже было 3 миллиона 700. Вот. А должен был быть в 20-м, но ковид, там, все такое прочее. И вроде какие-то делают. Вот у нас на всех квартирах наклейки, что значит, они все проверены, все сосчитаны. Вот. Но толком цифра так я и так сказать, там она не фигурирует открыто. Но все между собой люди говорят, что у нас наверняка уже под 5 миллионов. Но это все-таки вся страна. Вот. 5 миллионов. Вот. Ну и раньше все было намного проще. И можно было найти работу по объявлению. Я, значит, сама пошла по объявлению, там, какие-то американские эти кастрюли продавать. Это надо было, значит, нам давали это образец в миниатюре, и текст надо было выучить. У нас было где-то человек 40, когда мы пришли на первую интервисту. Вот. И из них осталось там где-то десяток, потом еще меньше. В общем, у нас было трое, которые прошли этот экзамен. Я, конечно, мне кажется, все до сих пор помнят этот текст, который надо было говорить. И, в общем, просто так вот ходишь и знакомишься с людьми и предлагаешь эти самые... Вообще все, что угодно продавать, это первая работа, которую можно найти. Ну, это не официально вы работали? Вас же официально не оформили? Нет, официально. Официально? Ну, как в смысле? Да, вот я в этой компании, это само численность продавцом. Но не то, что там у меня какой-то контракт был или что. Это была оплата, продана, получаешь свою комиссию. Вот, продана, получаешь свою комиссию. А документы не требовали? Где ваши документы? Вы же иностранка. В таких компаниях не требуется. Компания американская, это продается, ничего не требовалось. У меня пока оформлял все дела. Сначала надо было зарегистрировать наш российский брак, значит, здесь, в Панаме. Потом, значит, это надо было ждать разрешения на работу, чтобы вышло. А тем временем, значит, если дружишь, то с тебя рукавами, значит, со мной ходила. И это мне помогло очень познакомиться с массой людей. Там три сестры католички отчаянные, значит. Потом, значит, это самое... Тоже какая-то семья, тоже со связями, там, по-моему, женщина в университете работала, а может, тоже где-то в каком-то месте. В общем, мне потихонечку, значит, помогали. Вот. А тем не временем жизнь семейная ухудшалась, прямо скажем. Там улучшалась до сих пор. Да, у меня уже появилась никакая работа, там, конечно, не бог с какие деньги, но свои, потому что ты сама от мужа дождешься там что-нибудь. Ну, в общем, одним словом, пять лет я промочилась. Потом, да, меня отчились в царе, на третьей руке познакомились с одним моим благодетелем, царство Ему Небесное. Померешь давно. Но вот он мне дал своего адвоката, и он мне оформил уже национализацию. То есть это... Гражданство. Гражданство, да. Надо было, значит, собрать трех человек высокого ранга. Да не просто там соседи какие-то, а высокого ранга, чтобы с ними ездить. Ну, куда-то надо было с ними ездить в официальные органы. Они, значит, должны были за меня поручаться, что я человек порядочный, значит, они ни в чем не замешаны, они меня знают. И так далее. Потом экзамен надо было сдавать по испански? А потом, да. Нет, вот эти вот... Это ты только подаешь. Только, значит, адвокат подает. Плюс вот эти, значит, три рекомендации такие серьезные. Вот. И, значит, это рассматривается. Вот. Потом, когда уже, значит, дело начало двигаться, надо было сдавать экзамен, значит, как устроено Панамское государство. Все там президенты, там министерства, ассамблеи. Историю. Да, история, там, география, там, реки какие-то, воры, и все это. Вот, все это я, все это сделала. А у меня уже дали опросник. Это к тому времени я его там изучила. Кстати, до сих пор где-то лежит. Это самые вопросы на засыпочку. Вот. Ну, и вот так вот. И как только я, значит, это самое уже национализировалась, у меня появилась возможность получить лицензию переводчика. Она дается только национализированную. Вот тут многие женщины, которые замужем за панамцем. Кстати, все, которые приезжали, вот, более-менее, это, я вот 42 года живу. Ну, есть те, которые там, ну, 40, 35, 36. В общем, это наше поколение. Те, которые еще жили при советской власти. А после, значит, 91 года уже пошла другая история. А мы те, которые еще до того. И вот мы как-то очень дружно держались все вместе. Мы там устраивали праздники русской еды, калинки там всякие организовали. И это. И вот до сих пор, сколько я их знаю, многие знают испанский лучше, чем я. Те, которые живут в семье и говорят на испанском языке, они, естественно, вот эти бытовые какие-то вещи знают. А меня, например, спроси там какую-нибудь штуку. Я даже не знаю, как она называется. Вот. Зато у меня эта практика, юридический язык, это совершенно особая история. Это, можно сказать, прекрасный испанский язык, но попробуйте там в судебных органах разбираться или там вообще какие-то прочие. А как вы набрали его опыт? Как вы с юридическим языком? Сейчас скажу как. Значит, лицензия у меня с 93-го года. Вот ей как раз в этом году 30 лет. Ну и что делали первые 10 лет, скажем, до начала века этого? Чисто вот она лежала, полеживала. Ну, в кое веке какой-то там контракт, допустим. Тогда же это самое... Вот только-только начали приезжать. 93-й год уже там была более-менее свобода передвижения, можно было выехать из России. Многие затевали там какие-то joint ventures, это самые совместные какие-то предприятия, все. Причем приезжают сюда из России, думают, что здесь еще... Конь не валялся здесь, непуганные, значит, люди. И многие быстро были обломаны. Здесь своих хватает, которые у меня есть. В общем, контракты. Контракты в основном, потом туристическая группа, это вот, как называется, агентство туристическое. Как раз они хотели, чтобы русский рынок захватить. Потом я переводила. Вот, кстати, тебе говорила. Масса статей о все прелести Панамы, что она предлагает, там, и то, и все, и 50-е вот этого, значит. И начали какие-то уже группы приезжать, это уже, значит, интереснее. Это я как гид поработала. Ну, вот я говорю, первые 10 лет я чем-то только не занималась, но только я не сидела, значит, в ожидании переводов, потому что это самое... Я администрировала корабль, это, наверное, занималась лучше. Это машины продавала, это бизнес, как называется, боджет рентокар, агентство, которое дает машину в аренду, а потом, значит, через год они их, значит, продают. Продают. Обладел не кабинет. Ну, и это самое... Вот уже в этом веке, в 23-м году, значит, все больше русских приезжает, все больше русских приезжают, значит, появились всякие сертификаты, там, справка, там, на рождении, браки, там, всякие прочие справки. Уже, значит, больше прошло. А уже что, за последние 10 лет? Так я уже, это... Во-первых, я записана во все агентства, которые, значит, переводчиков предлагают. Там, значит, я одна русская, а там масса, которые английские, французские, немецкие, какие хочешь. И это агентство заключило контракт с полицией. И вот, когда я начала с полицией, вот тут дело пошло. То есть, когда вы познакомились с полицией, уже все пошло по-другому? Да, уже все пошло по-другому. Во-первых, это в аэропорте задерживают за провоз наркотиков. Это, значит, за мной полиция заезжает, потому что я не поеду на ночь, глядя в аэропорт. А этот все где-то уже после 9-10, значит, такой-то. Вот, там уже человека задержали. Допустим, этот самый, собака эта служебная, там что-то унюхала, его, значит, отзывают в стороночку. Вот, значит, покажите ваш багаж. Вот, это самое. И первые, вот, которые приехали, в основном, это с кофе. Все думают, что собака не учует кофе, значит, это самое. Вот, очень учует прекрасно. Вот, в общем-то их задерживают, а потом, значит, они звонят в полицию, что, значит, уже приехал должен переводчик, вот, так сказать, обязан. Это самое. Соответственно, это были русскоговорящие все. Ну, естественно, русский. Ну, как сказать, русский, русский. Значит, один русский, вот первый его, как сейчас помню, из Мурманска. Тоже попался. В общем, неплохой парень. Его попросили, значит, что-то привезти в Панаму. А, значит, бесплатная дорога туда-обратно, неделя в отеле. И все, так что надо было что-то привезти. А что он сам не знал, да? Вот, а это самое... Нет, это в Панаму, да, но что-то типичное русское, как заказывают там икру, черный хлеб, гречку, ну, всякое такое, вот. А, значит, а в обратную сторону тоже кому-то что-то привезти и передать. Вот он, как мне потом говорит, я, говорит, подозревал, что... Ну, не знал, как это технически выглядит. Потому что ему тоже обратно дали там папайю там, потом, значит, вот какие-то там еще что-то такое типичное панамское. Панамский кофе, допустим, вот. У нас же это хорошо ценится кофе. И вот это кофе оказалось совсем не кофе. А потом было это самое из Риги, это самое, из Молдавии. Потом опять русское... Ну, в общем, где-то у меня вот шесть было вот за последние 10 лет. Вот когда с полицией едем в аэропорт, поэтому, значит, я зачитываю его права, значит, что он является, значит, невиновным, пока не доказанным, значит, обратно. Едем к суде, называется судья гарантий. То есть, когда его уже ловят, так сказать, с поличным, что называется, то это чистая формальность. Вот. И потом в течение 48 часов, кажется, уже должна быть аудиенция. То есть, где это уже все так, судья, уже нормальный, защитник ему полагается... Все официально уже. Да, официально. В общем, первый получил, как сейчас помню, 80 месяцев. 80 месяцев? Месяцев, да. Это значит, 6 лет и 8 месяцев, получается, если поделить на 12. За то, что он типа кофе провез. Да, что он провез типа кофе. Но, между прочим, это самое, он молодец. Он там в этой тюрьме, и они разные, кстати, это очень большая разница в какую-то тему, в частности попадешь. Там, где он сидел вначале, мы туда ездили, во-первых, с адвокатом, мы туда ездили с консулом, это можно было с ним переговариваться, вот. Но они там проводят какое-то время, а потом уже их распределяют, кого куда. Вот. И он попал в такую средненькую, не совсем плохую, но, конечно, для приличных людей, что называется. Вот. Так он там выучил испанский язык, помогает там католической миссии, потому что некоторые же вообще какие-нибудь китайцы, вообще не знают чего. Вот. В принципе, это самое, он меня просил, нельзя ли как-нибудь устроить, чтобы две трети и там, как называется, либердат конденсиональ. В общем, когда ты сидишь две трети, тебе дают какую-то ограниченную свободу, условную. А, условно-досрочную. Условно-досрочную. Вот. А самое последнее, это вообще был предел всему, женщина, 67 лет. Значит, что брала она, а что потом, значит, мне ее дочь это самое допела, это вообще сказка. Она летела, значит, из какого-то Краснодарского края через Арабские Эмираты или через Дубай, в общем, где-то откуда-то в Перу. Вот. А из Перу, значит, через Панаму в Бразилию, а из Бразилии куда-то уже в Азию, то ли в Вьетнам, то ли Таиланд, не знаю. Но факт тот, что ее задержали здесь в Панаме. И она говорит, я путешествую. Как-нибудь еще так, пенсионерка так, путешествует. Из Краснодарского края. Путешествую, значит, я. У нее, значит, были какие-то упаковки, значит, она. А это я попросила, чтобы мне достали вот пересидку типа для мяса. Даже в Перу дам всякие травки, значит, и вот, значит, присыпка. Ну, надо совершенно не знать никакого иностранного языка, ни это самое, ни... не степанское уж, понятно, ну, даже не английское, но хоть какое-то, чтобы понимать, что на этой картинке нарисовано. Мака. это афродизиако-средство для потенции мужчин. Вот. Ну, во всех этих трех пакетиках, значит, это самое, все было кока. Потом, значит, у нее три дочери. Вот, значит, трем дочерям каждый, значит, косметика. Косметика, значит, три пакетика, значит, для каждой дочери. Три, 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 всего девять. На них нарисованы фрукты. И написано на испанском языке лимон. Ну, можно это понять вообще, что это лимон? У нее был лимон, виноград и еще какая-то то ли маркуня. В общем, вот это вот, это самое. И она уверяла, что это значит косметика для дочек. Ну, на картинках же, какая к черту косметика? Ну, в общем, у нее в результате было почти два килограмма. Неплохо. Вот. Неплохо, да. Ну, и это даже в газетах вышло. Это вообще очень интересный случай, конечно. А это было, как давно? А это было, самый последний перед ковидом случай. Насколько ее посадили? Потому что в 20-м году уже, это самое, никто никуда не летал, вообще никакой работы не было. Это вообще был кошмар. Ну, как всем по полной, разумеется. Единственное, что его же спасти, потому что у нас, говорит, после 70 лет уже, это самое, ее, наверное, депортируют или, в общем, она не будет там сидеть весь свой срок, понятное дело. Вот. И тут, значит, вот наш этот панамский чат пишет ее дочка и говорит, значит, во-первых, меня во всем обвинило, что я все неправильно перевела. Мама у нас такая, она такая доверчивая, она всем доверяет. Вот она в интернете нашла, что где-то в Нигерии дети бедные, значит, страдают от голода, и вот, значит, чтобы прислать 20 долларов там в месяц. И вот бедная пенсионерка из Краснодарского края начала, значит, посылать на эту тарду с бедным нигерийским детям, значит, там по 20 долларов в месяц. А что, доллары и вот это, то, с чем ее поймали. Вот. А потом, значит, оказывается, ей написал, значит, какой-то вот начальник крупный, чуть ли не из-за организации объединенных наций, что, значит, это было, значит, никакие не бедные дети, а это было чистой воды мошенничества. И вот мы готовы вам оплатить, значит, билеты, чтобы вы, значит, это получили компенсацию. Вот. Это дочка, дочка рассказывает. Вот. И мама, значит, такая тоже доверчивая, значит, полетела сначала в этот, через Зарамские Эмираты, она еще полетела в эту самую Нигерию, а там как раз нужного человека вот как раз не оказалось. А этот нужный человек в этот момент как раз вот в Перу находится. Вот. Но ей обещали чуть ли не 5 тысяч выплатить, и плюс, значит, отели, плюс бесплатная дорога, понимаешь, она такая доверчивая, понимаешь, вот. Она же поехала в эту Перу, чтобы получить вот свою, значит, компенсацию за то, что она там по 20 долларов, не знаю, сколько она там, даже если она, ну, не знаю, может быть, такой дурой, чтобы платить каким-то дегерийским детям по 20 долларов. Ну, за год, ну, там, 2000, там, что-то послала, ну, или 240, господи, с у меня уже совсем, вот. В общем, приманили якобы, значит, и вот ее, и вот, значит, в этом началось. Ну, она, значит, попросила ей вот присыпку для мяса, она, значит, купила для дочеря, значит, эту самую, косметику. Вот. Ну, это был совсем, предел всему. Сколько по вашему опыту уже таких людей поймали и посадили? Ну, через вас прошло. Вот через вас, я говорю, шесть случаев у меня было, шесть случаев. Почему вот этот из Молдавии, он такой был агрессивный, он тоже на меня наезжал, что я там сегодня неправильно перевожу. Я говорю, ты со мной осторожнее, потому что у тебя единственный человек, это будет я, который вообще всем остальным, у тебя так, бум-бум, это будет я. Ну, когда он более-менее так это расслабился, так он мне сказал, что это все делается как? Едут, значит, одного типа, значит, заранее подставляют, как-то так, значит, значит, полиция на него кидает, значит, его все, а других, значит, якобы проходит. Вот. Могу поверить. До тюрьмы его везли, он так, значит, говорит, а у вас, значит, это самое, можно в тюрьму, значит, посылать передачу. Он, оказывается, уже где-то сидел в какой-то тюрьме, то ли в Рубынии, то ли еще. Ну, есть в Молдавии, то ли в Румынии, наверное. Да, опытный, значит, да, и там можно и деньги передавать, что за деньги можно себе что-то прикупить там в каком-то киоске, я говорю, не знаю, как у нас устроено, там никаких киосков, там ничего. Там все, что ты передаешь, родственники, допустим, да, как мама сыну, вот, там так тщательно все это проверяют, вообще от того, что это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, и там никаких двойных днов, и такое прочее. Так что, вот такие дела. Так на сегодняшний день чем вы занимаетесь? На сегодняшний день просто сплошные переводы, просто сплошные переводы. Во-первых, наши письменные, то ли я когда сижу у себя спокойно за компьютером, работаю, это письменные переводы, и слава богу. А в последнее время прямо одно за другим, одно за другим. У меня было три дела одновременно. Значит, первое, домашнее насилие. Вот, семья, муж и жена, русские, я их знаю уже 10 лет. Когда они приехали, я их нему сыну уроки испанского давала. И вроде приличный человек. Они приехали, значит, накупили тут 10 квартир для того, чтобы, значит, сдавать. Вот. Оформились, что нормально живут. И вдруг я, значит, прибегает ко мне, это бедная Светлана, и, значит, это в расстроенных чувствах, что муж меня чуть не убил, и рассказывает такую историю. Живут в одном из самых дорогих это знаний. знаешь, такое? Игрега ОО. Ю называется. Вот. Фешенебелин такой дом. Вот. На 69-м этаже. Можете представить, сколько еще сверх того. Ну, да. И это, значит, оказывается, что он алкоголик. Уже, значит, определенные удостоверения, что он алкоголик. А тут еще в Панаме, оказывается, ну, кто интересуется, разумеется, что можно очень легко раздобыть порошок соответствующий. И вот он, значит, вытворяет всякие вещи в таком состоянии. Коктейли делает, да? Да, делает себе коктейль. И потом, значит, вытворяет всякие все. А потом даже как будто ничего не бывало. Вот проспиться, то и ничего. И вот. И сколько он там и на нее бросался, и на кость этого сына бедного. Всяческих обзывал, унижал. И даже с костью вообще дрался. Вот. И тут, значит, в этот день, который, значит, он ее чуть не убил, он, значит, требовал, опять же, полностью пьяный, значит, требует ключи от машины. А она, честно, не хочет его дать. Вот. И он тогда на нее набросился и с кулаками, с кулаками женщину. У нее там синяки, там, это самое, везде там синяки. А потом просто начал ее бушить. Вот. И она, значит, уже, болея за свою жизнь, уже сказала, вот, там, 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 значит, эти ключи. Вот, значит, пока он, значит, пошел за этими ключами, она, вот, чуть ли не в ночной рубашке, это было 6.30 утра. В 6.30 утра она в ночной рубашке босиком спустилась на лифте, там, где сагуридат у них, значит, эти самые охранники. Вот. Чтоб тебе позвонили в полицию. В общем, полиция приехала. Он к тому времени уже след простыл его. Вот. А ее, значит, сразу повели в судебную медицину, чтоб все это зафиксировать, все эти побои и все прочее. Вот. Это адвоката нас нашла по рекомендации. Хорошая такая адвокат, шопрободная. И вот мы, значит, затеяли все это дело в нашей полиции. Заяву сделали, что вот муж там, это самое о чем. Причем вначале Светлана еще что просила? Она просила, чтобы, значит, его к какой-то больнице поместили, чтобы он там пьет, он там... Влечился. Да. Чтобы его вылечили, значит, этот человек. У них 24 года брака, значит, она что-то не плачет, 24 года брака. А им по сколько лет вообще? Ну, им по 50 с хвостиком обоим. 53. 53. Ему и я приблизительно столько же. Вот. Значит, пришли, значит, мы уже после этой заявы нас оповесили, и мы, значит, с полицией заявляемся к ним, значит, домой в этот Ю, в экни-квартиру на 69-м этаже. Значит, что мы находим? Он, значит, Светлана уже не дома, она уже там спасается в другом месте. Муж, как всегда, пьяный лежит поперек, значит, дивана, и так далее. Его, значит, это самое, ну, с помощью сына его, значит, все-таки расшевелили. Вот. Опять же, я зачитала ему права, в которую, значит, так, вот этот судебный, как это, полицейский писарь все, значит, записывает, что он отвечает, что он, значит, ничего, конечно, не делал я такой, значит, вообще хороший весь из себя. Вот. Потом, значит, начал говорить, что это все, значит, его. Это моя, значит, квартира. И все мое. И вот я, значит, это самое, вот, вот это ее продам, и вот, значит, вот она, чтобы ее на улицу выгнали, значит. Вот. Ну, в общем, наговорил себе, соответственно, много чего. Он же все время это ругается, как это у нас без блина дело только не обходится. в конце концов. А меня, значит, это заставляет переводить. Я говорю, я не знаю таких ругательств на испанском языке. И все. Нет, вы скажите. Нет, вы скажите. Значит, представьте. Жена-то все понимает, рядом стоит. В результате, значит, выучили одно русское слово. Ну, в общем, его под белые руки, значит, в наручниках, это самое, и в сопровождении полиции отвезли в другой дом. У них, значит, вот напротив рыбного рынка, если ты знаешь, есть какой-то дом, называется Санс. Вот у них там три квартиры еще, значит, куплены. И вот там была одна свободная квартира. Новый дом такой белый. Не знаю, белый, я там давно уже не была в этом районе. Ну, в общем, этот самый, значит, его отвезли, чтобы он там, значит, сидел. Вот. Ну, и, значит, да, самое главное, значит, ему зачитали, что, значит, меры безопасности для Светланы, он не должен, значит, приближаться даже к этому зданию. Даже к зданию не должен. Не то, что он в квартире, а к зданию прямо. это, и вижу, понятно, если он зайдет в здание, то кто ему мешает подняться на квартиру и там выбить дверь. Ну, в общем, с тех пор началось, что Светлана похудела на чуть ли не 20 килограмм, еще не может спать, ничего не ест, потому что боится, что он, а он, значит, нарушает, а он нарушает, он, значит, заезжает, у них же две машины, вот он на своей машине, значит, заезжает на велосипеде, он же такой спортсмен, он, значит, по Авинете Бальбова на велосипеде ездит, вот, и тоже заезжал на велосипеде, вот, а потом, значит, значит, это самое, на телефон звонки угрожающие, что-то я тебя убью, если ты не заберешь заявление, я тебя точно ублю, значит, вот, забирай заявление, вот, в общем, это, и мы, значит, с адвокатами все время ходим и делаем как-то расширение вот наши из заявок расширение вот значит вот он тот сказал это он все вот он в общем когда последняя значит он через сына передал значит скажи нет вернее он сказал сыну сейчас поеду я подожгу ее машину ну а сын значит все-таки позвонил маме говорит мама это самое значит папа пьяный угрожает машину поджечь но конечно машину переставила дорогим знакомым там же много русских живут в этом ю вот там и подруга у нее и машина нас переставила вот и пошли опять делать расширение значит заявление вот значит вот это то что он выражает машину и потому что если он заезжает на это самое нарушает меры постараюсь заряжает на велосипеде на машине в это здание это уже нарушение конечно вот и значит это постановление уже об аресте вот так у них же 10 квартир они значит сначала поехали в санс его его там значит уже давно нету он значит у них этот раньше называлась trump ocean club знаешь такое это сам он теперь называется мариот но все его продолжают звать в трампе больше у них в трампе еще четыре квартиры трампе 4 квартира и вот он значит в трампе вот а там тоже отель там леди там значит не надо с полицией там людей пугать вот выслеживали выслеживали четверг вот на этой неделе значит мне уже звонит из прокурора прокуратура потому что теперь это полиция со мной через прокуратуру связывается прокуратура должна дать добро что если я согласна значит то в четверг значит может сижу дома в четверг значит не получилось ничего выскользнул как-то из рук вот потом значит прокурор же это самое звонит если суббота воскресенье значит ну ладно планы были раньше но буду сидеть ждать звонка ладно хорошо суббота воскресенье прошли никакого звонка мне уже на нервы действует как не знаю что так слава богу в понедельник уже просто сами из полиции говорит можно сейчас это самое вот мы его нашли вот он там в лобби сидит если сейчас то никогда тут еще его взять голыми руками я говорю ладно заезжайте ну очень заехали за мной пока он к этому времени уже поднялся к себе в квартиру там тоже же человек стоит следит вот это самое подождали пока фейсхаль приедет значит уже с ордером вот поднимаемся к нему да и начальник охраны здания потому что там же не ключами открывается а карточкой вот начальник нашей охраны поднялся вместе с нами карточкой открыл дверь и он конечно такой как всегда вот и ничего не понимает но слава бог не агрессивный вот такой мирный а это кости кости значит сына позвонить потому что сын прекрасно говорить по-испански за это время уже отучился и в университете вот и значит сыну сына позвонить но он имеет право на звонок звоните сына пожалуйста призвонил нашу сыну ему значит сказали скажите сына чтобы он вам привез одежду потому что в никаких шотиках типа трусиков и в майке неприлично арестовывать и вообще куда-то везти но очень кости приехал значит одежду ему привез значит все его права я зачитала зачитывается три права первое значит то что он умеет на звонок кому хочет вообще значит это считается невиновным пока не доказано значит обратное вот там и еще какие-то да и правы на хорошее обращение и так далее значит второе это значит он подписывает уже после значит что с ним хорошо обращались никто его дебил не мучил не не пытал там начаться и еще называется венское соглашение это венское соглашение значит который дает право связаться с консулом значит самыми своими властями своей страны и свои с российским консульством вот они будучи такого консульства значит нас какие-то тоже которые представляют значит бывает там какие-то вот это нужно значит сама когда уже совсем арестованы вот пока значит и вот наш арестовали потом ее надо было везти в медицинский центр на свидетельство вот и на линии дебальбова поехать в санта-тамас вот они говорят ехать близко потому что сидеть пять часов игру вам как полиции разве не не можно без очереди нет мы как все вот и пришлось ехать этот тарихус картер это чертон куличиках туда чуть не по дороге в колонну но говорит зато там быстро и вот действительно мы мы приехали кстати я с моим давлением уже была на грани меня уже это голова кружилась так что пока его свидетельство проверили мне давление у меня было больше чем у него у него это самое значит давление но он значит там признался что да он алкоголик он чуть чуть произвел не ситки но но уже более-менее что значит алкоголик вот а им очень это самое беспокоило то в этом медицинском центре что у него какие-то синяки там значит на руках на ногах вдруг там что-то оказывается нет это оказывается он упал с велосипеда это подтверждено потому что слежка за ним была что это значит он упал с велосипеда никто его не бил не терзал ну вот иначе после этого надо было опять ехать с ним в фискалию и уже значит с фискалии уже его вот это там это как по-русски кпз камеру предварительного заключения а это значит у них это дхи вот где там его оставят и в течение значит 36 или там сколько часов уже на следующий день значит вот это вот меня в 11 забрали меф это 6 часов меня домой перевезли по дороге это самая группа дайте мне это у кого макдональдда остановите что я хочу всякую съесть после у меня уже совсем плохо было и на следующий день уже прямо значит это самое да причем значит обычно эти все аудиенции они с утра раннего я сказала не раньше десяти это просто не поеду потому что мне надо было тоспаться отлежаться и таблетки свои выпить ну 10 так 10 хорошо нормально здесь приехал это здесь кстати близко этот судебный орган там где называется система уголовная консативная система вот ну а там значит он к этому времени это созвонился с адвокатом такой шустрый адвокат попался что в итоге значит фискаль просит чтобы значит судья признала законное задержание потому что вот он нарушал во первых два обвинения первое значит семейное насилие а второе нарушение значит постановление о защите жертвы вот так это значит адвокат его прицепился что значит вот это вот насилие семейное она не имела угрозы жизни мол то что у в этой судебной медицине там сфотографировали все побои это значит мол от этого еще никто не умирает я говорю а интересно так как на тебя душат тоже можно нажать вот так случайно на одну какую-нибудь артерию и привет а то что нарушение значит в это успел нотариальный какой-то а сын как раз кости не знаю почему он пошел на поводу у папы он чем сделал нотариальное заявление что папа заезжал только вот забрать его или привести его из университета ну и вот из-за этого то что он значит это наша тоже заходил здание это мол вот никакое не нарушение вот значит это самое потом это все-таки большой дом если бы это она жила в отдельном доме тогда да а тут же все-таки вот этот целый дом там насчет люди и другие все именно поэтому как раз легко он зашел это самая стоянку это на лифте поднялся и привет и никто же за ним не следит вот но тем не менее он вытерпул тоже значит апелляцию и теперь нас назначили апелляцию если говорить про панаму то на сегодняшний день как вы считаете вообще очень многие просто смотрят и рассматривают приезд панаму насколько она для русскоговорящих удобно комфортно тут какие-то другие законы что стоит соблюдать как это обходить как считать вот этот один случай который рассказала семейный насилие у меня еще два есть это и один очень интересный будет для всех приезжают может с беременной женой с целью естественно родить здесь это уже не первый вот таких этих ребенок же рождается в панаме он получает панамское гражданство панамский паспорт ну и родители уезжают все довольны все смеются кажется чем плохо по даме казалось бы во первых это самое зарабатывают на этом госпитале они ждут лучшие госпиталя там это самый супер-пупер как там сам их обслуживают снимают квартиру или живут в отеле самое иногда приезжают даже там мать этой женщины тоже там чтобы помочь как то там все такое очень прекрасно казалось бы причем я помню что когда я работал вот на туристическую агентство для для как раз с видами на русский рынок там было красоты панамы описаны и в том числе медицинский туризм наша компания предлагает медицинскую помощь панами и латинской америке мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в россии и других странах а также осуществляем лечение за рубежом для иностранных граждан одним из наших главных приоритетов или является здравоохранение наших пациентов мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной медицинской помощи которая известна своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием наши клиенты могут быть уверены что получат профессиональную зарубежную медицинскую помощь осуществляемым опытными медработниками что такое росмедицина и чем она занимается это скорая медицинская помощь за границей экстренной госпитализации неходячих больных медицинская эвакуация пострадавших вертолетов санитарная транспортировка на родину а также медицинский туризм панами консультации врачей и лечение различных заболеваний дополнение роды за границей и оформление гражданства для детей почему стоит обратиться в росмедицин потому что наша клиника более 10 лет на рынке медицинских услуг лицензирована и сертифицирована мы организуем встречу в аэропорту на машине скорой помощи либо автомобильной реанимации сопровождение психологом владеющим на трех языках английский испанский русский имеются проверенные действующие травматологи хирурги с опытом реконструктивных операций более трех тысяч довольных государственных учреждений и производственных предприятий заключение договора с клиника росмедицина дает гражданину возврат одиннадцати процентов возможность получения 10 процентной скидки на и билеты в латинскую америка если вы путешествуете или работаете за рубежом и нуждаетесь медицинской помощи наши доктора готовы организовать срочное лечение за рубежом требуется медицинская помощь высшего класса по нам ссылки в контакте в описании под этим видео потому что здесь значит медицина на высоком уровне все врачи учились там особенно специалисты или в европе или в штатах госпиталя все оборудованы по последнему слову медицинской науки вот дескать приезжаете приезжайте вот а тут нас получается приехали значит эти сам они в этом муж с женой с беременной и их почему-то отводят в сторону так сторону-сторону муры жили где-то у нас оказывается раньше был один аэропорт который международный таком а теперь оказывается другой еще есть называется панама пасифика это бывший американский хавард бывший военной базы американская теперь наш это тоже интернациональный потому что с такой наплыв такой наплыв до что у нас уже наши второй аэропорт образовался вот значит сначала задерживает и где-то в три часа где-то держит не знаете чего-то с какой стати потом значит она с животом она с животом да то самое если приезжает рожать да вот потом значит едет этого ожидания на нервах ей стало плохо здесь стало настолько плохо что пришлось вызывать значит скорую помощь и отвезти ее в госпиталь ну естественно отвезли бы для чего вот так вот с животом и все вещи остались у мужа вот ошибку которую он совершил фатальную есть международный закон что нельзя больше десяти тысяч просить ты знаешь это ну да ну все знают все знают все знают все знают но не знает одной важной детали ровно столько или больше в декларации они по-английски по-испански а он не английского не испанского и вот одно слово и гуаль омаз по-испански но ровно 10 тысяч или больше вот а у них было ровно по 10 тысяч на каждого один 10 тысяч другой 10 тысяч естественно когда ее увезли у него осталось 20 тысяч да даже если бы ее не увезли ты едешь с беременной женой кто деньги везет естественно мужчина это самое для охраны ну факт тот что это сам остался один и с 20 тысячами причем с отельными билетами там прямо и вот попалась им это одна ведьма бруха значит это таможня которая значит обнаружив 20 тысяч а вот декларации запомнил там наш такой вопрос если у вас есть ровно или больше десяти тысяч долларов или какие-то ценности на эту сумму или больше вот то значит надо сказать да или нет такие маленькие квадратики да или нет а поскольку он значит у них было он не знал что вот это слово ровно и гуаль он не знал ни по-английски не по-испански он думал что больше нет а 10 вроде как бы можно и он поставил нет значит в ее декларации в своей вот а тут значит его меняет вину что он значит 20 тысяч открытым текстом но он имел это это уже было восемь часов вечера с 12 дня не прилетели в 12-15 вот все это время значит это полиция и таможня переговорили с ними по гуглу и только в восемь вечера мне позвонила из прокуратуры который меня значит сюда это и говорит вот надо ехать в этот по дома пасифика там значит задержали это самое и как вам лучше значит сейчас или завтра к восьми утра а чтобы восьми утра значит меня должны забрать поменьше мере часов 6 а во сколько я должна встать рф-5 я подумал мне лучше лезть позже чем встать рано вот я такая сова что я хочу позже лезть чем раньше встать его ладно сейчас за мной заехали иначе приехали мы в это в аэропорт уже было где-то 9 минут и часам но это самое сначала она сказала что вчера но потом выездилась не вне вчера который очень далеко а в аэропорте все-таки поближе поэтому быстро заехали быстро доехали в это время уже так сказать пробок на дорогах пробок на дорогах уже нет и так быстро но в любом случае вижу это несчастного человека значит опять же в шортиках в таком летнем одеянии в полицейском участке и значит они все хотят отбрекаться то что их было двое их было двое значит у каждого по 10 тысяч не зная что 10 тысяч тоже нельзя а можно только 9999 вот ну и значит это адвокат когда на его значит он позвонил еще и у него когда не отобрали телефон он позвонил сразу татьяне что вот говорит у меня тут такое положение что задержали там татуру же самую жену увезли в больницу есть тоже на нервах она куча связалась с каким-то адвокатом и когда он узнал в чем дело сначала захотел вообще 5000 но когда значит узнал в чем дело за 800 согласился за 800 и вот значит он своей рукой на бумаге написал значит ну вот что это за доверенность доверенность что он берет на себя защиту его прав и так далее и значит максим его звали максим подписал эту бумагу вот потому что это брюхо это таможня и даже полицию уговорили угомонись ну это самое видишь что у человека жену больницу отправили наверх и потом уже не 200 тысяч тащил на 20 тысяч полностью уверенностью по 10 тысяч на каждого вот нет вот уперлась рогом и и все вот и и в нашем это как полагается в одно чего задержали и значит не на следующий день уже было поздно через день значит был 15 августа их задержали а на 17 уже назначили уже в чурере это вот там кстати глава вот этой области западной западной панам это бывает вот ну и значит опять же за мной заехали меня привезли это оттуда и вот это начинается судилищем бери так значит он уже там сидел приехала я и приезжает почему-то два адвоката тот с которым он насчет написал и какой-то другой с ним что за адвокат откуда взялся это ну ладно значит начинается это самый процесс фискаль зачитывает какие он статьи нарушил все спрашивает проживет 20 тысяч что это за тролли лёдя ля бубу бубу жена на этот момент а у третий день он не знает что с его женой которую везли вот он уже вообще невменяемый это и вот этот адвокат как он подписал все-таки эту хотя бы письменную эту доверенность молчит как рыба в лёд зато тот другой которую он притащил такой энергичный активный так и значит это начал говорить что вот это значит то что вот его это держали а человек не говорит в общем он нажимал на то что они были обязаны переводчика сразу позвать сразу они в девять часов вечера вот это точно это совершенно нарушение однозначное вот и на это он опирал но он нигде не упомянул что они были с женой и что они были свято уверены что вот ровно 10 мышц и одно не больше вот поэтому как промолчал пока значит там трулили там все это идет процесс я его спрашиваю выберу этот общественный защитник называется defensor de officio которые обязаны предоставить но бесплатно нет я беру две тысячи и прямо написал две тысячи это а так спрашивается а откуда взялся какие-то тысячи кто согласовал кто ему дал доверенность ну да ему был только вот этот мог дать это называется передоверенность есть доверенности которые без права передоверие вот а есть который справа передоверие вот а это вообще было ничего на бумаге какой-то он там подписал и он в этом решили заработать на этом деле и он даже не знал что подписал это поняла это самое нет максим вообще ничего не подписывал он просто я его спросил если бы я не спросила там вообще никто бы не знал сколько он вообще берет за это а я просто была уверена что раз наш сидит молчит значит это та 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 самая защитник где спрашиваю на это общественный защитник нет я беру две тысячи а кто назначил кто ему доверил единственно что вот этот самый значит прихватил его с собой, передоверил там между собой. В общем, короче, 10 тысяч у него конфисковали, а из оставшихся 10 тысяч еще, значит, тысячу штраф за нарушение, вот, и еще тысячу, значит, компенсируем, потому что, если бы, значит, не штраф, то ему где-то 4 месяца тюрьмы полагалось. Чем? Вот. Значит, а еще вторую тысячу, значит, в обмен, как бы, компенсацию за то, что, значит, этих 4 месяцев ничего. В общем, 12 тысяч, как не было. Подарил? Да. Он говорит, это они из Воронежа? Да, Воронежа. Он говорит, это однокомнатная квартира у Воронежа. Но он уже ни о чем не думал, он только хотел, чтобы его отпустили, вернули ему телефон, и чтобы он хоть как-то у Татьяны или кого-то узнал, как шел там с его женой, потому что она уже там родила. Хорошо. Значит, поскольку мои услуги больше не требовались, значит, я уехала, только мне выдали эту самую, как называется, констанцию, что да, я присутствовала, вот и до. И меня отвезли. Может, естественно, привезли, и так же это самое отвезли. Хотя по-хорошему они должны были мне дать еще несколько бумаг, потому что полиция, ей нужна только констанция, и все. И они сразу это самое, проводят всю эту финансовую процедуру, и сразу выплачивают наличкой. А вот органы Худесиаль, судебный орган, это целое дело, поэтому никто не хочет с органом Худесиаль работать, потому что, значит, надо там назначение, и, значит, там свидетельство о том, что там, значит, у них имеется для сайта бюджета, для этого. В общем, где-то четыре бумаги они должны были направить, а не только констанцию. И вот теперь я связывалась сегодня выяснить этот вопрос. В общем, я уехала, и новости я узнала уже на следующий день от Татьяны. А оказывается, значит, после всего этого адвокат просто отвез этого Максима в отель, который они, значит, еще заранее, значит, забронировали. И оставил его там. То ли уже было поздно, то ли что, просто отвез отель и скажи спасибо. А паспорт, а восемь тысяч, которые у них хотя бы должны были остаться, для этого, значит, Татьяна с ним связалась и говорит, а где эти деньги, где паспорт, это вы же должны поехать и забрать все это дело. Мне некогда, я вообще это самое, все, типа за мои деньги я свою работу сделаю. Ни слова не сказал, ни слова не сказал. И Татьяне пришлось найти какого-то другого адвоката, который за 250 долларов съездит туда, в эту чореру, вот, и получит вот эти, предполагалось, восемь тысяч. И что ты думаешь, он привез? Он привез паспорт и тысячу долларов. 5 долларов. Всем заработал. Да, остальное украли наши адвокаты. Из 8 тысяч ему отдали одну, даже если сложить, мы потом с Максимом сделали заявление в полицию, между прочим. Это уже, я теперь, как это, не просто свидетель, а уже соучастник, можно сказать, потому что, значит, делали опросы, мы, значит, все-все-все-все, вот это, все это и рассказали. Что адвокаты, даже если признать, что из этих 7 тысяч, 8, которые должны были вернуть, адвокат первый, значит, согласился, хотя устно, на 800 долларов, а тот второй на 2 тысячи, то отнимем от 8 тысяч 2 800, это, по крайней мере, 5 200 должны были ему вернуть, а ему вернули всего 1000 долларов. Ну, то есть, это уже просто кража среди белого дня. А эти деньги в этот момент хранились у кого вообще? Полиция? Нет, все деньги, которые вот после этого самого суда остались там уже в суде, да, из них, значит, да, привез бумагу, привез самую главную бумагу, что заплачено, действительно, 10 тысяч просто конфисковано, и заплачено 2 тысячи, 2 тысячи сюда, вот, и, значит, этот самый паспорт и 1000 долларов. Вот, это уже третий адвокат, который просто за 200 долларов вот сделал вот эту работу, а те двое, значит, все. Понятно. Вот, ну, и, в общем, мы делали заяву в полицию, я в этой самой, вчера выяснила, как все-таки зовут, того дорогого, который даже не представился, не говоря о том, что у него не было ничего. И, в общем, теперь мы ждем, чтобы это, значит, сработало. Что, по крайней мере, то, что, так же по-русски говорится, незнание закона не освобождает от ответственности за совершенное деяние. Так ведь? То, что он не знал, что нельзя ровно тысяч, 10 тысяч, а думал, что только больше нельзя, а 10 тысяч можно, это не знание, это его вина. А то, что его держали с 12 часов до 9, пока я не приехала, переговариваясь по гуглю, он-то мог что-то не понять, он мог что-то не объяснить, и что это вообще, для чего мы переводчики государственные, вообще существуют, если теперь все по гуглю будут разговаривать. Понятно. Вот мы на это написали, и, значит, про адвокатов, что практически он защиты не имел, потому что наш адвокат, то есть не наш, конечно, а тот, который был доверен, вообще ничего не сказал, а тот, который взялся неизвестно откуда, вообще, потому что фискаль среди прочих обвинений, он, значит, что-то так поняла, что он написал в этих заявлениях не просто нет, что у них нет, значит, а что написал 5 тысяч, а это уже вообще, он даже не потребовал, а покажите мне эти документы, где это написано. Кто это сварганил, уже неизвестно, потому что там просто нельзя никакие, мы вот в полиции потом сказали, вот в декларациях, вот здесь два квадратика, здесь можно писать только да или нет, вот, кто там вписал эти по 5 тысяч, то есть это уже явный какой-то подлог. Но он уже уехал, мне, честно слово, мне было стыдно за Панаму, я подпозрила на следующий день этот прокурорщик, который всегда меня звонит, я говорю, мне, честно слово, было стыдно, потому что так этого человека просто разделили до нитки, 200 тысяч долларов ему бросили, это самое, три дня он не знает, что там с его женой, и как можно, и вообще, мне вдруг прокурор что-то заявляет, так это на семью 10 тысяч, а не на каждого человека, вот, кстати, это очень важный факт, который я уже Татьяне сказала, уже всем, кем ему можно. На семью, на семью, вот если ты ездишь с семьей, с женой, это называется семья, это называется семья, потому что в этой же самой декларации, там написано, кто с вами сопровождается, кто, как с вами, персон с ним сопровождается, они оба кузнецовы, жена беременна, ну, как же она может сама поехать, это самое естественное, это семья, 10 тысяч, в смысле, 9999 на семью, вот, единственное, что она имела в виду мужа и жену, вот, а завтра, когда пойду к ней, это я разбираюсь спросить, объясните мне, что такое семья, потому что уже этот, это самое, вот этот случай уже поднял шум на весь мир, и все, там вот какой-то там, какой-то некий Андрей интересуется, что вот если он приедет с отцом, это будет считаться семья или не семья, как вы считаете на каждого, но, по крайней мере, все уже точно знают, что нельзя ровно 10 тысяч, вот, и что на семью полагается только 9 990, это самое, 10 тысяч. 99 копеек. Да, когда он позвонил консулу, консул тоже был не в курсе, он тот сказал, это дело двух долларов, это дело двух долларов, он не знал, что на семью, значит, если бы каждый из них был 9 999 копейками, то, значит, вроде ничего бы не было, на семью, вот, а завтра я узнаю, в эту семью-то входит муж, жена, родители, дети, и дети, вот, а уже бабушки, дедушки, так это навряд ли, конечно, там отец, но узнаю одним словом, я хочу увидеть эту статью, этот закон распоряжения, который вот это вот, значит, подтверждает, вот, это второй случай, а третий, значит, тоже очень интересный случай, одна, значит, мне звонит, как какая всякая, любая клиентка, значит, могу я ее сопровождать в аэропорт, уже в наш, в таком, это, где там вопросы надо по иммиграции задать, ну, я, наша, это сама, опять же, она за мной заехала, поехала, нет, первый раз мы поехали на такси, поехали на такси, и вот она мне рассказывает, что, значит, группа грузин, значит, едет маршрутом, значит, из Испании, Панаму, а потом Никарагуа, такой у нас маршрут, и вот она, значит, хочет эту, значит, группу провести, и заранее узнать, значит, какие проблемы, это самое, если, если какие-то вдруг будут проблемы, вот, и мы, значит, узнали, что, во-первых, это самое, они должны иметь транзитную визу, да, только она мне сказала, что Грузия, это вот единственная республика, которая, без визы, ездить в Европу, то есть, без визы в Европу, они имеют право ездить, и вот они, значит, в это, в Испании сидят, и вот теперь хотят, значит, через Панаму в Никарагуа, ну, Никарагуа, это уже настораживает, но это, что там в Никарагуа, это самое, и, вот, значит, нам сказали, что, да, вот, наши, грузины, они должны иметь транзитную визу, никто никогда не слышал, говорят, что такое транзитная виза, но вообще, два часа посидеть в аэропорте, не выходя никуда, это, казалось бы, в чем проблема, вот, ну, вот так нам сказали, ну, это самое, это Наталья, значит, это показалось, что это как-то очень странно, и что явно это можно как-то с каким-то знающим человеком, мы сговорились, миграцион, это самое, я говорю, ну, может, в Центральный поехать, Центральный, который тут у нас, вот, ну, мы поехали, мы поехали, значит, она там же в аэропорте взяла машину на прокат, мы уже на машине, значит, поехали в этот Центральный, а он в три часа уже закрывается, вот, мы были уже где-то в три с копейками, вот, но там еще толпился народ, служащие уже уходят потихонечку, но народ все равно толпится, и вот мы что-то там, это самое, смотрели, смотрели, и вдруг ей показался один, значит, мужчина, с кем-то разговаривал, что он показался, спрашивает, а где здесь можно найти адвоката по миграции, ну, значит, мысли она спрашивает, я перевожу, вот, а он, значит, вот он самый оказался и есть, значит, а вот у нас такое, значит, дело, это, сейчас вот я, значит, со своим этим закончу, я, значит, вас слушаю, и вот она, значит, самому описывает, что, значит, грузины, почему-то грузины, может, без визы, въехать в Европу и без визы в Панаму, и это подтвердили в иностранных делах Грузии, то есть, там было запрошено, что Грузия подтвердила, что да, они могут без визы в Панаму заезжать, но одно дело в Панаму без визы, а другое дело транзитный, в Никарагуа, это, как-то, две большие разницы, вот, и, значит, адвокат так сходу словил, и, значит, сейчас вот я, это самое, узнаю, ну, уже, значит, все закрыто, присутствуют места, договорились завтра встретиться, он, значит, узнает в нашем, значит, это самое, министерство иностранных дел, какие проблемы, вот, и, значит, на следующий день мы встретились, вот он, значит, говорит, что да, в министерстве иностранных дел нам сказали, что для Грузии нужна виза транзитная, первый раз слышу про такую визу транзитную, вот, а без этого никак, если бы они ехали просто в Панаму, да, им не нужна эта самая виза, но, это самое, для того, чтобы они вышли в Панаму, Наталья тут же соображает, давай мы это самое, устроим туристический какой-нибудь вояж там дня в 4, значит, это самое, у него уже все паспорта были этих людей, и он, значит, оказывается, здесь какой-то есть консул онорарио, это называется, ну, не платный консул, но есть какой-то представитель, который, значит, грузинскими делами занимается, вот, в общем, он сказал, что он позвонит в свои контакты там, значит, туда-сюда, можно ли, это, значит, сделать, чтобы там без визы, и там, чтобы это самое, вот, ну, на этом мы, значит, расстались, и вроде как он, значит, уже группа уже в самолете, уже ничего нельзя сделать, группа уже летит, у них билет Испания, Панама, Никарагуа, и, значит, вот мы во вторник встречались, а в среду они проезжали, должны были приехать, вот, и вот он, значит, когда мы встретились, уже прямо в аэропорте, мы с Натальей подъехали, адвокат подъехал, и сказал, да, я, значит, договорился, что миграцион, значит, там свои люди, конечно, они не просто так, что, значит, можно, можно приехать, вот, и вот мы ждем выхода, они должны были приехать в 6.30, вот, естественно, ну, там, понятно, что 6.30, это 6.30, это 7 часов там где-то, мы ждали 7 часов, 8 часов, 9 часов, 10 часов, вот, он созванивается со своим каким-то там контактом, который сказал, что дело в том, что миграцион, значит, ничего не имело, но вот там, сигуридат, это безопасность аэропорта, значит, их вот задержали, и что-то там проверяют, ну, мы думаем, ну, ладно, ну, проверяйте, ну, проверяйте, ну, пусть проверяют, вот, до полночи мы ждали, потом этот адвокат сказал, что это, это так можно ждать вообще всю ночь, а у него маленький ребенок без надзора, со служанкой, потому что жена там где-то и куда-то уехала, вот, и мы, значит, адвокат меня отвез домой, а Наталья там и осталась, она ждала еще до 3 часов, пока она, уже был пустой совершенно аэропорт, и, наконец, она просто какого-то служащего спросила, вот группа, 10 человек там, этих грузин, а он мне сказал, а их с самого начала задержали, они только, это их сразу отвели, вот, и это самое, и никакой надежи, что их вообще выпустят, вот, вот она вернулась, значит, и на следующий день опять нашим адвокатам, в чем дело, как и что, он говорит, ну, я с миграцией договорился, а с угродатом это совершенно другое, они-то все независимые, это, может, что-то показалось, может, у кого там что-то проверяют, ну, не знаю что, опять, значит, поднял свои контакты, а Наталья, соответственно, свои контакты уже, люди там уже приехали, казалось бы, вот, тех, кто их отправлял, там же тоже люди сидят в этой, в Испании, там всю эту цепочку задействуют, оказывается, во-первых, их был самолет чуть ли не полный грузин, там было 30 тысяч, которых просто вывели с самолетом, повели сразу в зал отдельный, и тут же депортировали, тут же, то есть вообще. То есть полетели все назад? Да, все сразу назад полетели, вот, и оказывается, да, и я думаю, господи, надо же, это самое, в чем это дело, вот, а адвокат говорит, да, это самое, если бы они ездили в Панаму, ну, это еще можно было как-то решить, а вот то, что Никарагуа, это однозначно, потому что у Панамы со штатами договор, вот те охранники, которые в аэропорте, они, говорит, из них половина американских, они только в панамских, этих самых, как бы, этих, как называется, форме, в панамских ябгах, и на самом деле американцы, они носом чуют, Никарагуа, это понятно, через Никарагуа, там дальше пошла, значит, Гондурас, Гватемала, Мексика, а из Мексики уже, значит, туда рвутся, вот, и это самое, я потом, господи, тем больше я узнаю про грузин, у меня ужасы. Надо было проще прилететь в Панаму, пожить неделю, и потом уже... Да, как люди, заранее договориться с туристическим агентством, с нормальным, тоже не с нашей Ёльгой, которая уже это делает, вот, с нормальным туристическим агентством, купить этот самый тур, заранее, значит, приехать, пожить в Панаме, а потом тихо, мерно перелететь, это самое, куда ему хочется. Вот такие дела. Вот, вот на три дела, которые у меня сейчас на подхвате. Если мы отойдем от дела, а про саму Панаму, вообще, насколько культура Панамы, она сопоставима с русскоговорящей, насколько здесь комфортно жить, стоит вообще сюда, как бы... Здесь вот можно жить совершенно спокойно, если у тебя все нормально с твоими документами. Вот, я просто была в таком восторге, что вот я могу не знать, как зовут президента. Меня совершенно не касается политики, ты понимаешь? Я занимаюсь своими делами, я живу в своем кругу, и никто меня не трогает, я ничего не обязана. Это вообще не то, что тебе лезут вообще в твою жизнь, и ты вечно что-то кому-то должен. А как вообще вот тогда? Культура, конечно, совершенно различная, совершенно тропическая. Что хочу сказать на пользу. Очень то, что у них вот эта католическая религия очень сильно развита. У нас в СССР же давили эту религию, на меня преследовали. Там вообще курсы, у меня в институте были, это антирелигиозный курс, мне называется. А здесь очень серьезные католики, вот здесь, когда какой-нибудь католический праздник, как все толпой, здесь масса всяких религиозных праздников, включающих красивые, туристические, там, значит, День Святого Духа, День того, День сего, всяким этим. И народ все-таки, когда ты живешь в этой культуре религиозной, ты Бога боишься. То есть вот человек, который верит в Бога и боится Бога, он не будет тебе ни врать, ни убивать, ничего не нарушать. Конечно, такие тоже попадаются. Но вот то, что здесь вот католики, никто их не говорил, что это опиум для народа, а это самая, вот такая католическая культура. И причем очень относятся совершенно нормально к иностранцам, вот здесь большие колонии индусов, допустим, большие колонии там арабов тех же. Вот, да, соответственно, да, вот и идеев. Здесь, например, вот раньше каждый декабрь перед Рождеством проводилось такой телетон, когда по телевизору 24 часа крутят там всякие, все эти самые комьюнити, как бы коммунидады, вот эти все разные, все там свои эти, показывают там танцы-манцы, пенсии, и все в таком духе. Вот, а значит, и потом спросят, скиньте с гражданами по копеечке, я имею в виду, по рублю. Значит, для телетона это вспоминают. Или для детей-инвалидов там, или для этих раковых больных. В общем, этот телетон, значит, сами те, которые присутствуют в этом, у нас самый большой концертный зал в Атлапе, и вот это все там действие происходит в Атлапе, и все там присутствующие, конечно, между ними ходят, это самое, с шапкой собирают деньги. А те, кто, значит, телевизор смотрит, тоже, значит, это самое, каким-то образом, значит, надо на телефон там что-то нажать, какой-то номер, значит, им там какие-то там денежки пойдут. Я всегда это самое, всегда что-то даю, потому что, ну, это благотворительное мероприятие, и, так сказать, поддерживать надо все, что ты в стране живешь. Вот, очень интересные, очень такие красивые, какие-то праздники и представления. Карнавал, это же самое большое событие в году, карнавал. В плане традиции и культуры, что тут такое, которое не сопоставимо с нашей культурой? Ну, нет несопоставимого, но чего-нибудь такого, а русские были бы в ужасе. Нет, наоборот, все традиции, все очень красивые, все эти праздники, все это все. И главное, что народ совершенно спокойно относится к иностранцам. Но они всю жизнь были под американцами. Они уже, это самое, привыкли, что здесь иностранцы. Испанская большая колония, там, допустим, итальянская. И все как-то, в общем... А русская диаспора насколько сплочена? Вот сейчас, нет, сейчас уже совершенно не сплочена. Вот когда нас было немного, когда я приехала в 81 году, у нас было, ну, если десяток человек на всю Панаму. И только, только женщины замужем из Панамы. Других не было. Не было никакого представительства Советского Союза, кроме ТАСС. Я как-то это самое, где-то что-то ждала. И вдруг услышала рядом по-русски, говорят, я так наш, обрадовалась. Значит, а вы где, вы кто-то? Это самое, вы где работаете, дед? Да, в ТАССе. Я думала, в ТАССе? В ТАССе? В ТАССе. Телеграфный агент Советского Союза. Потом, значит, стал приезжать консул из Коста-Рики. Нас курировать, наши всякие визовые и паспортные дела из Коста-Рики. Потом здесь завелся посольство. Они снимали два этажа в отеле. И уже, значит, последних там где-то 10 лет они в Альбруке, бывшей американской зоны, значит, там такой себе, такой участок отгрохали. С такими вообще. Отгрохали большой там. Так что, если интересно, посмотрите посылки. Так что, если кому нужно, то прямая связь, пожалуйста, консульство. Но, правда, их там много, где-то больше 100 человек. И площадь огромная занимает, и здания там же у них, и бассейн. В общем, живи не хочу. А принимают граждан три раза в неделю. Понедельник, среда, пятница с 9 до 12. Вот как хочешь, так и, значит, самое. И там всегда уже каждый раз в 2 часа уже люди пытаются попасть. Хотя очереди там не видел. Обычно максимум 3 человека было. Ну, когда ты пришел. А, допустим, вот я приходила, мне надо периодически брать справку, что я тут еще жива. Нормально. Вот. Потому что у меня все-таки 11 лет стажа. Я вообще-то инженер. Ага. Такие денежки там что-то капает. Что же бы их не получить. Вот. Ну, естественно, когда это, если будешь получать каждый месяц, то ты их не увидишь просто. Вот. А поскольку у меня там моя сестра и племянница, вот племянница этим делом занимается, я на ней доверенность выписала. Вот она мне ее получает. И при случае, когда кто-то едет, а мне, значит, за 3-4 месяца там сразу передают. Да, хоть какие-то деньги. Вот. А какие здесь вообще налоги? Сказать, что больше большие нет. Нормальные дороги вычитают вот как раз в пенсионный фонд, в первую очередь. Вот. Далог на доход, как естественно, подоходный, ренту. Вот. И до какого-то определенного заработка в год вообще не платишь подоходного. Только платишь, вот, эдукативный называется, этот самый пенсионный фонд. Вот мой бухгалтер, он делает каждый год вот эту справку. Я как независимый работник, нет ничего никого. Вот, что у меня где-то получается меньше 10 тысяч в год, то есть я вообще ничего не плачу. Ясно. Если меньше 10 тысяч в год получаешь, то ты никакой налог не плачешь? Никакой налог не плачешь. Все, понятно. Иностранцу тяжело устроиться, если вообще на работу? Ну, надо иметь разрешение на работу. Обязательно. Ну, да. Но вот если ты пенсионер, тебя не возьмут в какую-то компанию работать работником, это явно нет. Но ты можешь работать сам по себе, как индивидуальный предприниматель. Можешь компанию даже свою организовать, пожалуйста. И никто не запрещает. И налог какой буду платить? Если это 10 тысяч, никакой, да? Да. Так же само. Да. Это... Вот у меня есть документы сейчас. Я же потом почти 6 лет работала на русскую компанию, называлась Russian Maritime Register of Shipping. Это компания, которая там... Афлагирует, или как это называется, в общем, флаги какие-то там... Понятно. Регистрация кораблей. Офшиппинг. Понятно. Вот регистрация. Вот. И мне не надо было сидеть в офисине. Я так, кстати, это... Ну, числилось, конечно, что я якобы сижу. Вот. Потому что ему нужно был... Вот он, у него компания русская, получать доходы извне. Но вот, чтобы он это сделать, он должен иметь панамского работника. А тут я как раз. Я же уже панамский работник. Вот. И вот мы с ним тихо-берно работали. Периодически там его сопроводить на какие-то переговоры, там, что-то перевести. И вот бухгалтерию я его всегда это самое... Поводу налогов, значит, в любом случае, можно как-то уменьшить, не платить и так далее? Да. Можно запросто. Здесь это надо иметь своего бухгалтера. Это в любом случае. Если вы даже один человек, что-то делаете. Я понял. Вот. Чтобы быть по закону, чтобы все было схвачено. Но никаких даконовских законов и ничего. Да, самое главное. Нас же армию отменили народным голосованием. Вот. Что самое, Ероша? Это огромное преимущество, понимаешь? Потому что люди с оружием... Это переворот может быть любой. И вообще они же тут... Говорят, я же приехал тут еще и была эта самая армия. Оторжение? Армия, да. Так мне сколько рассказывали, что вот просто там какому-нибудь там полковнику или как там по рангу этому приглянется чей-то бизнес. И тут же его сюда просто отберут. И собственность отберут, и там участок отберут, и все, что хочешь. Хорошо, если жив останешься. Вот. Тоже здесь эти полицейские у них рельсы в пушку. И в общем, когда стало, можно их отменить, все с удовольствием обменили эту армию. И сейчас у нас только полиция. Это законопослушная, значит, по мере сил. Президенты у нас меняются каждые пять лет. У нас даже нет второго срока. А кто их выбирает? Народ. Народ имеет право выбирать? Что значит, конечно, народ. Или Америка просто назначает. Нет, нет, нет. Народ у нас выбирает. И очень сильная борьба. Вот в этот раз у нас президент как раз от этой ПРД, которая самая, там, называется партида революционарио-демократику. Революционарио-демократику, понимаешь ли, он. Вот. Я, естественно, голосовал за оппозицию. Вот. И очень, очень выборы. И всегда, конечно, начинаются, что там какие-то там потасовки, что там где-то что-то. Как обычно. Но все-таки это самое, да. Ну, все-таки большинство выбирает. Потому что ПРДшники все-таки у них самая большая там. Вот. Выбор у нас настоящий. И, говорю, только пять лет. Поэтому кто уже дорвался до этой власти, он за пять лет постарается все сделать. Коррупция, конечно, есть. И это неизбежно совершенно. Понятно. Тем более в такой стране, где маленькая страна, все как-то друг друга знают. И, естественно, ты войдешь своих родственников и друзей на свои те самые поста. Вот. И, кроме того, это мой афоризм. Чем строже закона, тем больше берут те люди, которые помогут его избежать. Понятно. Помогатели, да? Помогатели, да. Ясно. А по недвижимости как здесь вообще? Дорогая недвижимость? И как здесь тяжело купить? Была так и прилично, так и дорогая. Ну, кстати, есть всякое. Есть и дешевое. Вот. Ну, там самое супер-супер на вот этих самых хороших районах таких. Это, конечно, будет дорого. Но все упало ужасно с ковидом. Вообще ковид полностью разрушил вообще экономику. Очень мало выжили. Вот у меня, например, мой приятель, аргентинец, они делают эти всякие итальянские там равиоли, и он распространял по этим самым. Развозят по ресторанам. Понятно. Вот. Не только итальянской еды, а вообще все люди вот эти вот едят. Это то, что у нас пельмени, а здесь вот равиоли и еще с ними. Вот сегодня, кстати, ужинула равиоли. Вот. Так у него, говорит, половина ресторанов так и не выжили. Но народ никуда не ходит. Знаешь, как нас держали? Я не знаю, как в Москве и в других брусах. А у нас здесь очень жестко было. То есть можно было выходить три раза в неделю. Три женских дня, три мужских дня. Понедельник, среда, пятница, женский день. Второй, четверг, суббота, мужской день. Выходить на два часа по, значит, по последнему номеру своей седулы, своему удостоверению. Вот какой последний номер. Вот в это время, вот это, например, кончается, например, на пять. Я, значит, должна идти в пять часов на два часа. И проверки, чтобы войти в магазин, проверяли температуру, тебе там что-то мерили. Очереди были длиннющие. Но попробуй за два часа это самое вообще попасть. А если ты вышел не в свое время, что штраф? Да, штраф, очевидно. Тебя тут же возьмут, запишут куда-то, там еще что-нибудь прессуют. Единственное, мне было хорошо, что этим самым, как сказать, людям третьего возраста, пожилым, им, значит, можно было не соблюдать вот эти часы. Поэтому я могла идти в любое время. Я могла пойти, как обычно, в 10-11 часов спокойно. Но только можно было, только один магазин, выставить вот эту длинную очередь, потому что это себе за два часа. Люди, желающие, которые планируют переехать в Панаму, какие ежемесячные расходы здесь? Что-то дорого, дешево? Ну, самое дольшее, в смысле, крыша над головой, понятное дело. Ну, да. Ну, вот я, например, для меня самое главное заплатить за аренду. Я здесь, в этой квартире, вот, ровно столько же, сколько моя лицензия. 30 лет я тут живу. Вот. Я начала жить, значит, это... У меня был знакомый, который работал в Ладе. Раньше было агентство Лады здесь представлено. Я, кстати, в том, что там поработала 2 недели. Так вот, он изучил русский язык со мной. А потом, значит, он купил себе квартиру, а, значит, он был моим гарантом, чтобы вот я могла ее, это самое, после него снять. Потому что у меня не было ни постоянной работы, ни ничего. Так это перебивалось в чем-то. Лясно. Вот. Он же был моим гарантом. И вот стоило это где-то 360 долларов в то время, 30 лет назад. Понятно. Вот. Весь наш дом принадлежит одной какой-то гречанке. Вот. Она платит налоги. И, в смысле, администрирует эта компания. Называется Biennus Raises, то есть риэлторы. Они наш дом и там и какие-то еще, в общем, они администрируют. Они с нас собирают деньги, они, значит, берут себе заработал, плюс там налоги, которые она должна платить, и, значит, дают этой гречанке. То есть вы арендуете здесь? Да, вот 30 лет я здесь арендуй. Потому что никакой ипотеки мне не светило ни с какого боку. Можете представить. Без никакой работы. И вот так вот и живут. Сколько аренда здесь стоит? Вот. И вот поднимали, 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 и уже дошло до 500 долларов. 500 долларов. Да. И уже они перед самым COVID-19, последний самый год, они хотели еще 60 накинуть, чтобы было 560. Ага. Вот. А тут бац, ковид. И тут все сидели без работы. В общем, практически в 2000 году только жила за счет накоплений. А еще у меня, да, ученица одна была русского языка. Вот единственный доход. Никаких, конечно, переводов, никто никуда не летает, все самолеты стоят. Все это там, все это. В 21 году у меня было такое, значит, или переезжать к сыну в Испанию, или, значит, перебираться куда-то подешевле. Потому что, ну, нет был сил никаких платить этих денег. Я уже была должна где-то несколько месяцев. Вот. И... То есть я все-таки старалась хоть что-то платить. Если не получалось 500 яхт, я бы платила там 200-300, ну, чтобы показать мою добрую волю, что называется. Вот. Но долг накапливался, и надо было все равно что-то решать. А перебираться из моей квартиры, во-первых, хорошее место. Меня здесь быстро найти легко. Все близко. Тут метро, там, тут это самое, Трансисмика, в Испании. А перебираться куда-то к черту на куличке, там, где дешево. И жить там в каком-то глухом. В общем, бренд, что один, что другой был. Меня, слава богу, спасли. Мне сын там прислал денег, мне сестра прислала из Москвы денег. В общем, я как-то выжила в 21-м году. Вот. А потом началась работа. Потом, когда начали летать самолеты, начали прилетать люди, начали как-то хоть оживляться. До сих пор Панама еще не полностью оправилась. Вот до сих пор еще едешь, и там все это продается, сдается, продается, сдается. Значит, еще это не совсем. Но все-таки уже заявление. Даже Панама говорит, что мы больше, быстрее других и лучше других. Значит, мы справились. Ну, может, потому что у них доллар, может, потому что там это самое. У нас, чем хорошо? У нас все-таки, во-первых, то, что нет армии, а во-вторых, то, что у нас канал. Это даже при всех плохих обстоятельствах у нас есть канал. И какие-то деньги Панама получает. Какие-то деньги народу-то, они же не достаются. Нет, ну, зато, по крайней мере, работают все институты. Но в основе канал все-таки это же держит Америка. Нет, канал держит Панамс. Канал полностью в панамских руках. Полностью. Когда Нарьего, да, правильно? Нарьего же? Это самое. Когда он хотел, и контракт закончился по Панамскому каналу, сказал все, Америка, вы свободны. Но Америка сказала, мы нет. И соблюдения контракта не будет. Из ничего подобного. Ты что-то перевернул. В 2000 году контракт был сначала подписан, когда его прокопали, значит, это все, американцы там отсюда навезли всяких там негров там с тобой. Панама, вот этот всяк кусок поперек Панамы, который прилегающая земля к Панаме, это все было американское. Это было как страна в стране. Ну да. Вот. И платили они Панаме за то, что они пользуются ее территорией, какие-то копейки. Ну, сколько там миллионов. Не помню, сколько. Ну, потом потихонечку все-таки повышали. Да, и подписан договор на вечные времена. На вечные времена. А потом, значит, ну, во-первых, чуть-чуть повышали, повышали, чем больше зарабатывали, все-таки что-то Панаме доставалось побольше. Пока Тарихос, Тарихос, наш знаменитый генерал Тарихос, это самое, заключил договор Тарихос с Картером американским. И вот по этому договору, не на вечные времена, а до 2000 года, до 1999 года, в 2000 году, все, канал переходит в руки Панамы полностью. И вот этот договор исполнили. Да. С 2000 года Панама полностью владеет Канамой. Я, честно говоря, думала, что они его засрут, извиняюсь за выражение. Но, оказывается, они были очень хорошо подготовлены. Потому что уже чем дальше, тем мы это самое, больше самих панамцев участвовали, вот это самое, там же проводить канал, это там специальные эти автокары, которые, значит, их с одного шлюза на другой переводят, в общем, целая вот эта система. Она сейчас полностью панамская система. А кроме того, когда, значит, вот с 2000 года стали эти корабли, которые громадные эти, судна, они стали такими большими, что они уже не пролазили в канал. Тогда Панама, она еще и расширила каналы. Панама, знаешь, это самое, вот первый такой был узенький, для старых кораблей был хорош, а новые уже эти самые супер-пупер какие-то там. Для них еще, значит, пристроили такую же широкую, там уже, значит, самую дополнительную часть, и вот, значит, теперь уже и эти проходы. А теперь уже еще какие-то образовались. Какие-то еще образовались. Ну, я вот слышал, что... А Панама, единственное, что, мы-то армию отменили, но если вдруг на нас кто-то нападет, вот, то, значит, на американцев рассчитывать можем. Понятно. Поэтому они очень пристально, значит, над Панамой. Ну, да. Ну, они не все, каналы-то уже точно американские, то есть панамские. А то, что в 90-х было, когда вторжение Норьего, вот, он же вроде начал спор по поводу канала, разве нет? Да нет, никакой не канала. Норьего к каналу не имел никакого отношения. Вот. Он, это самое, здесь, в Панаме, ну, что, даже военные, вот я же говорю, военные, это самое. Когда у власти какой-то президент существовал, такой чисто номинальный, но здесь военные же правили. Ну, и вот, уже там, во-первых, убили какого-то священника, потом там, вот эти, просто были рейдерские захваты чужой собственности. Вот. И были выборы. И вот, поскольку у нас все-таки, при всех военных, и при всем при том, у нас было, значит, выбрать из кого, значит, один представитель этих военных, вот эти ПРДшники, которые, это партия революционеров-демократиков, и, значит, оппозиция, этот самый, я говорю, памяти нет, но, в общем, был этот другой кандидат. Вот. И, конечно, все голосовали за этого другого кандидата. Как его вспомнят? Ну, это самое, да, ладно. И это самое, естественно, он выиграл, вот, а, значит, и эта комиссия, которая не признала, не признала. И вот тут начались, значит, вот эти вот, все эти манифестации. Я тогда как раз работала в Боджи Трентакар. Вот. И мы просто работали, как за закрытыми дверями. То есть, это самое, и все, как сложа руки. То есть, а молодежь, значит, стала, вот там, это ездить на своих машинах, там, бибикать, белыми флагами махать, в общем, всячески эти самые, выражали свое недовольство. То, что выборы, значит, это самое, вы не признали их законными, и опять продолжался, значит, этот ихний президент. Группа военных во главе с этим, тоже забыла фамилию, но, в общем, группа военных против этого самого Норвегия создала, как этот Пригожин, это не группа военных, а против этого, против этого самого, против военных, против Норвегии и все прочее. Вот. Но они как-то здурдействовали, они уже имели Норвегу в своих руках, а он, значит, что-то там, ну, это начал им то ли обещать, то ли сказал, значит, это самое, что все-все хорошо, там, я сдаюсь, там, вот, а как только они, значит, поверили этим его лживым обещаниям, он тут же, значит, это самое, приказал всех расстрелять. Вот. Но это вот вообще, значит, уже, что поднялось, то, в общем, поднялось, и тут уже, значит, это самое, приехали американцы, у нас написали, что, значит, такой Норвега, такой, значит, значит, патриот своей страны, а тут, значит, создали американские империалисты, напали на Параму, да, вот, а тут, значит, американцы приехали, и, значит, этого Норвегу захватили, он прятался в этом, там, где апостолика, это их представительство, Ватикана, вот, в общем, три дня они там его штурмовали, наводили, ставили музыку на полную громкость, ну, в общем, забрали Норвегу, поставили вот этого президента, который на самом деле выиграл, и вот с этого момента у нас идет отсчет вот демократического правительства, вот, и вот, значит, забрали Норвегу, и, наконец, все стало на свои места, и, значит, очень большинство, никак вскоре мы вообще отменили всю армию, вот. Ясно. Вопрос, а если у нас так в Панаме все хорошо, откуда наркотики появляются? Потому что нам, знаешь, какой у нас девиз Панамы? Puente del mundo, centro del universo, мост мира, центр вселенной. Потому что наш перешей, это Сина, Италии, Америки. Через нее все идет. Через нее все идет. Во-первых, где кокаин? В Колумбии. Вот. И в Колумбии, и ниже, и там дальше. И вот они все через Панаму пытаются, значит, это все. Вот этот же первый, который из Мурманска, он же тоже это самое... А, нет, он как раз приехал в Панаму с тем, чтобы что-то привезти, что-то отвезти. А вот все другие, они, как правило, там едут через Панаму, значит, это самое снизу, да, это транзитная виза. Ну, у нас же этого есть ученые собаки. Ну, то есть, тут как в Колумбии нет таких плантаций. А, вот один бедный парень, это как раз вот это самое, русский, но из Риги. Вот. Он, значит, не первый раз, а уже несколько лет работал в Испании. Ну, нам проезжают знакомые там на сборку как-чего-нибудь такого, ну, чтобы хоть что-то заработать. Да. Вот. А тут его соблазнили. Поезжает, дескать, там, в Боливию, это там вот такая работа есть, там какая хорошая, там больше платят, все, ну, ну, поехал с дуру. Вот. А там его просто вот так вот взяли за горло и заставили глотать вот эти капсулы с кокаином. 27 штук. 27 штук. Можешь себе представить? Вот. Это любая разобьется, это все, это труп сразу. Так он сам подписался на это или просто за... Ну, если под угрозой жизни. То есть, вот сейчас у тебя прямо пристрелят там вообще и все. Вот. Попался. И вот, когда ехал в Панаму, он сам признался. Он сам просто, это самое, подошел к полиции и там типа, спасите, помогите, у меня вот это вот все. Значит, там это самое. И вот, значит, сначала повезли в Санто-Намас, это госпиталь. Я приехала, мне позвонили, когда уже он в Санто-Намасе был. Вот. Он там все это рассказал, значит, как это, значит, он его обманули и что там его просто, так сказать, под угрозой жизни и смерти и вот это самое, глотать. И ему пришлось разрезать все это и это вытаскивать. Вот. И ему потом срок дали, но, во-первых, очень небольшой. Во-первых, сам признался, то, что деваться было некуда, потому что он бы не доехал до Амстердама вообще с этой нагрузкой такой. Вот. И кроме того, так сказать, по неволе был заставлен местными там этими деятелями. Жалко было парня. Но год-два ему дали. Что-то дали. Вот. Что-то дали. Но не просто так отпустили. Он приехал, когда уже аудиенция была, уже недели-две он провел, по-моему, в Санто-Томасе. У него такой шрам жуткий был, значит, это самое тут на пузе. Так что вряд ли его сразу куда-то отправили. Наверное, все-таки какое-то время подержали. Вот. А как здесь вообще по медицине? То есть иностранец можно бесплатную помощь получить? Бесплатную вряд ли. Только если это в урхенции. Вот если с ним уже что-то совсем прямо плохие-то, в урхенции. Спаспорная помощь. Да. Это 911. 911 к любому едет. Если его на 911 заберут, положат его в больницу. Когда он будет выписываться, ему чек дадут или скажут своими ногами все, платить не надо? Нет, но если просто его там ранили, пулю вылили, вытащили и зашили. Или какую-то рану. Во-первых, деньги небольшие, это должна урхенция делать уже любому человеку. А если у него там вдруг язва желудка, так я тоже сделал серьезное. это уже тут конечно будет что-то стоить, надо полагать. Понятно. Но есть больницы такие до крайних случаев. Но лучше брать страховку. Да. Тот же Санте-Томас, допустим. Он же считается вот так и для бедных туда, кто идут. Хорошо. Мне делали когда операцию, как это называется, анализ колоноскопии. Это все-таки денег стоит. Мне стоило 30 долларов. Это же не деньги же. Я в общем-то это собираю. Плюсы и минусы Панамы, если сравнивать с Россией? С Россией конечно сплошные плюсы. Сплошные плюсы. В смысле и правительства, и в смысле что нет армии, что поэтому никакой обязательной службы нет. и доставка по всему миру, свободный въезд, выезд. В общем, жилье не хочу. А из минусов это уже наши тут местные проблемы. Например, сейчас Панама тонет в мусоре. Тонет в мусоре вот это агентство, которое значит то ли выиграло этот самый конкурс, но или каким-то образом не справляется. Потому что более-менее в центре у нас так еще более-менее чистенько, а вот там где-то подальше это там просто хоры мусора. И они там не каждый день ездят, а ездят не всегда. С другой стороны люди не хотят платить за вывоз мусора. Например, вот наш дом, который весь принадлежит этой самой гречанке, она, естественно, платит и налоги, и за вывозку мусора, и за все, что полагается там за охрану. вот, вот, а те люди, которые живут в этих домишках, которые в окрестностях, они вообще ни за что не платят, это самое, у них ни за воду, там, ни за электричество, попробуй с них вытерпать какие-то деньги. Вот есть правило, что, значит, через там три месяца что-то не платишь, тебе что-то отключат, но они сразу побегут жаловаться, что вот там дети малые, очень трудно с ними бороться, очень трудно. Вообще, с должниками это, если не совсем пиши пропало, то вытерпать с них деньги тяжело. Какие рекомендации дадите в заключении нашего ролика людям, которые хотят сюда прилететь и освоиться жить? Ну, во-первых, значит, точно знать законы, как можно прилетать, с чем ты можешь прилететь и вот эти вот все дела, чтобы ты на законных началах приехал и на законных началах русским бизнесом три месяца, по-моему, дается, 90 дней. За это время ты должен решить, если это понравилось, ты остаешься и тогда пытаешься как-то устроиться каким-то образом. За каждый месяц продления без ничего 50 долларов штраф. Не бог, какие деньги, так что есть даже больше, чем 9 месяцев, чтобы выбирать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok